После успеха сериала «Ликвидация» режиссёр Сергей Урсуляк приступил к съёмкам фильма «Капитуляция» про молодость Максима Максимовича Исаева, более известного в народе как «Штирлиц». И уже по первым кадрам картины легко узнать почерк создателя «Ликвидации». Штирлица. Боже мой, чтоб я так жил, как вы мне тут сидите и врёте. А ну мне не надо вот таких вот разговоров, Мюллер. Чтоб да, так нет. Хотите меня закрыть за железную дверь, так я за ней живу. Я умираю на этой работе сто раз на дню. Я делаю третий рейх, и мне же вот такое вот спасибо. Ага. Штирлица, вы же знаете, я люблю вас как роднок. Ну что вы скажете за ваши отпечатки пальцев на чемодане радистки? Вы будете смеяться с моей историей, Мюллер. Но если вы хотите правды, это она. О, я с вас умру, Штирлица. Хорошо, бог с ней правду. Дайте мне что-нибудь, что не стыдно было поверить. Иду по Блюмонстрассе, картина масла. Какой-то босяк взял моду бросать с самолёта бомбу на жилой дом. Могли пострадать люди, а не пострадали. Вчера у них были квартиры, а сегодня недоумение, чумазые дети. И немного вещей. Горит сажа, рыдают младенцы. И мадам, на секундочку, умирает. Потому что у них в руках такая тяжесть, что биндюжник не подымет. Я таки взялся за ей на чемодан. И что вы думаете? Не поднял. Ладно, ладно, успокойтесь, Штирлица. Хорошо, хорошо. Это лучше. Чем история про крокодила, которого вы задушили, а потом какой-то урка возьми и сделай из него чемодан, не стеря ваших отпечаток. Ба, какие люди! Наши вам с кисточкой. О, я вас умоляю. Месье Штирлиц, мне сказать вам пару слов за вашего паста. Этот человек устроился в наших казематах, как у себя дома. Пытки прогуливает, на допросы не ходит. Какой нам навар с этого босика? Он полезный свидетель. Он знает за подполье. Это очень хорошо, что он знает за подполье. Почему мы не знаем за подполье? Он же молчит, как Чарли Чаплин. И это не смешно. Да, пастор говорит мало, но говорит смачно. Спросите Мюллера. Да, пастор это человек, которых нет и скоро совсем не будет. Я вам не скажу за весь Берлин, но он Александр Платт скажет, скажет. Пастор Полуфрит всегда имеет пару умных слов. Что вы говорите? Полуфрита, полу что? Ой, гиди. Да не расчесывайте вы мне, Леру. У меня и так есть, на что их потратить. Слушайте, с ним невозможно иметь дело. У него много ума и мало совести. Он берет документы на посмотреть, а потом у нас хохот и издевательство иностранных разведок. Здесь не библиотека. Документы имеют цену. А, Дейк, ну никто же не говорит об даром. Назовите разумную цену, и мы с вами договоримся. Вот, к примеру, обо что мне встанет план Барбараса? Барбараса! Эти документы не имеют цены. Но для вас 45 тысяч. Если вы делаете мне больно. Это гестапо. Больно это наша профессия. Ну хорошо, две. И папочку я скажу себе. Ой, не смешите, не смешите диктатора. У меня и так губа отреснутая. Три, и ваш пастор больше не питается в нашей столовой. А мы так и договорились. Не, ну вы видели? Такого предательства нету даже в кино. Хотя там те еще подсоработали. У меня нету больше друга по имени Штирли. Пастор, ты говоришь обидно. Так идите и бросайте золовою на воз. А у тебя больше нету друга по имени Пастор. И мне неприятно ходить с тобою по одному Берлину. Ах так. Ну тогда... Вон тебе лыжи. И вон тебе Швейцария. Там под горочку. Даже не вспотеешь. Пошел. Штирлиц. А вас я попрошу остаться. А оно мне надо?